В Кирове начало второго. Добрый день. В эфире «Особое мнение». Меня зовут Владимир Сметанин. Со своим особым мнением сегодня в нашей студии общественник Николай Пихтин. Николай Анатольевич, добрый день. Добрый день. В традиции я говорю в начале программы о том, что на сайте хокирова.ру есть аудио-видео-трансляция нашего эфира. И кроме того, там есть специальная форма для того, чтобы вы смогли задать вопрос гостю особого мнения. Такая возможность у вас есть в течение ближайших 40 минут, пока продолжается программа. Близятся выходные, Николай Анатольевич. Смотрю я на сайте хокирова.ру. Одна из последних новостей. Послезавтра в субботу будет тресик, да, годовщий на присоединение Крыма к России. На театральной площади планируется устройство праздника. Причем с 9 утра там будет работать ярмарка, а самое мероприятие начнется в 10 часов. То есть час спустя. Как вы относитесь к такому мероприятию? Я совершенно... Третий раз уже будет. Нет, второй раз будет уже праздник. Я совершенно спокойно отношусь, но люди хотят проведить, отметить это дело. Пусть отмечают, ради бога. Кстати, ярмарка, по-моему, она как бы в штатном режиме проходит. То есть она не приворочена. Просто так совпало. Да, просто так совпало. В интернете уже начинаются комментарии вроде того, что опять будут людей изгонять, свозить на данное мероприятие, что по своей воле они бы туда не пошли, ну, по крайней мере, все бы не пошли. Ну, это у нас практика, она существует уже десятки лет, так что для меня ничего нового здесь нет абсолютно. Исправлять ничего не нужно. Нет, исправлять нужно, но я сомневаюсь, что это исправится. Хорошо, анонсировали это мероприятие. Давайте пройдемся по основным событиям и темам, которые обсуждаются в нашем городе, в нашей области. В частности, наверное, самой острой проблемой можно назвать в последние дни и недели это состояние тротуаров, дорог, обилие снега, подтайка снега активная. Вот смотрю на новость на сайте городской администрации, опубликованная 14 марта. До конца недели в Кирове должны быть вычищены второстепенные улицы. Можно подумать, что центральная очищена даже. Очищена. Такую задачу поставил на сегодняшнем утреннем оперативном совещании глава администрации Кирова Александр Перескоков. И на этом же совещании новый руководитель дирекции дорожного хозяйства Андрей Менькин, чуть позже мы о нем подробно поговорим, заявил, что более 80 кировских тротуаров очищены от снега. Там, я знаю, в соцсетях дискуссии тоже. Ну, дело в том, что... Что завернулось на сей счет? Где эти 80%? Нет, во-первых, для меня сразу встал вопрос, первый, а что значит очищено? Что в их понимании, что в нашем понимании очищено? Если просто проехал трактор и снег на газоны убрал, и они считают очищены, ну, там, может быть, 80% наберется. А если очищено, что видна тротуарная плитка или асфальт... Желательно бы сухой асфальт. Да, это конечно. То здесь, нет, кстати, я сейчас шел к вам, вот улица, значит, вот, это, Карл-Ликшина до Ириндяева, если взять вот этот ваш тротуар... Но он не наш, он общий. То 80% очищено. Очищено. Да, а 20% там гололед, лужи, снег... Может быть, чиновники у нас здесь рядышком побывали, прикинули... Ну, похоже, они на Улу не были. ...80%? Да. Вообще, на ваш взгляд, безобразие? Полное. То, что происходит в конце зимы, весной? Полное. Я что, давно не помню, что в таком состоянии город был? То есть снег не вывозился, ничего не очищено, все газоны, посмотрите, завалены кучей, два человеческих роста такого не было. И скоро тает, начнет активно, и все это польется на, опять же, на газоны. Вот эти совещания в городской администрации, они же каждое утро происходят, мы же видим, там, видим сюжеты, видим недовольное лицо главы администрации... Нет, эти совещания, пусть они хоть каждый час проводят, но мы результаты видим, мы по городу с вами ходим, ездим, наверное, видим, что особо-то ничего не меняется. Ну, вот тот же Менкин заявил, что, например, в городе Ромостроя один из подрядчиков 100% наполняет свою работу, спецхозяйство на 60%, другие подрядные организации на 96%, 80%. Ну, где вы, в реальности-то? Почему картинка-то иная? Нет, во-первых, опять же, непонятно, какие работы они выполняют, в город он строит, что в ее функции, в какие работы входят. Если убрать его в город-администрации, в областной администрации, то я вот смотрю сейчас даже вот в окно, ну, и то процентов на 80% убран. Ну, Субро были люди. Да. Так что, я не знаю, откуда эти цифры, и... Ну, вот, то нужно... Просто пройтись по городу, посмотреть, оценить, вот и все. И это же Минкин, новый человек у нас, он прошел свет по городу просто так. Кто и как должен с этим разбираться? Это... Жаловаться бесполезно? Мне кажется... Сейчас горячая линия открыта. Да нет, это все знают уже, вижу, жаловаться, конечно, бесполезно. В первую очередь, должны сами граждане, во-вторых, это депутаты, которых мы постоянно забываем в городской думе. А где их роль? Они должны спросить в администрации. И сейчас на все предприятия, мне кажется, вот, я, по-моему, как-то раз уже говорил, что назрела такая революционная ситуация, можно уже в корне что-то менять системные решения, чтобы на будущий год такого не повторилось. Системные решения? И вылаз снега, и водка, и дворники, работа дворников, и коммунальных служб. То есть система нуждается в перезагрузке такой, в реорганизации? В полнейшей реорганизации, да. Показывает жизнь, что она не справляется с тем, что должна делать. Вот недавно в особом мнении мы беседовали с юристом Яновичем Итаревым. Он считает, что здесь активную роль не только городская администрация, городская дума должна играть, все-таки областное правительство, Киров – главный город области, и региональные власти, они должны... Ну, они совместно, конечно, конечно, конечно. Работу вести. Это я поддерживаю, да. Дело в том, что, ну, какие-то революционные изменения, они, ну, сами напрашиваются. Дело в том, что я в городе Кирове очень давно живу, 70-е годы прошлого века. Это практически всегда так было. Ну, какой-то год поменьше снега, какой-то побольше, какой-то побольше вывезли, какой-то поменьше. Но суд-то та же самая, не меняется из года в год. То есть наши чиновники у них так глаза замылили, что они просто этого не видят. Я вообще не уверен в том, насколько они активны и часто ходят вот сами. Сами по себе ходят. Я сам не знаю. Из окна автомобильницы, по большому счёту. Скорее всего, да. Скорее всего, да. Вы как-то говорили в основном мнении, что главе города и главе администрации надо почаще ходить. Ну, я... И смотреть. И смотреть. Я знаю, это же. Жили Михеев, который регулярно ходил по городу пешком и сам всё на себе это видел. А, кстати, региональные чиновники ведь нам обещали еженедельно выходить с некими рейдами, с инспекцией, осматривать, что происходит. Эти... Ну, они сначала... Эти выходы, по-моему, прекратились. Вот мы с вами не знаем. Они еженедельными должны были? У меня ощущение такое, что они продолжают выходы, но они на паблик не выносятся. То есть, раньше мы были на паблике, тогда телевидение снимало, там, когда картинка была. А сейчас... Когда соль вручалась. Да. В главе управления. А сейчас... Глубое устройство транспортом. А может прекратили, я не знаю. Но дело в том, что ситуация в Парчевске не изменилась от рейдов. Ну... Вот... Знаете, Вич, зачем ещё обидно? Весна-то берёт своё, и снег-то тает, да? Вот сейчас... Мне кажется... Сейчас активное тепло начнётся, и эти субруга всё поменьше, поменьше будут. И так-то о проблеме вот забудут всё. Ну, мне кажется, да... До следующего холодного сезона. Я не исключаю такую версию, что у них, может быть, такая политическая своеобразная установка, то, что зачем деньги тратим, всё равно ставим. Ну... А, ну... Ну, поворчит народу. Интересно, да? А вот эта история с тем, что деньги были выделены на вывоз, там, трёхсот, по-моему, да, тысяч кубометров снега, деньги закончились, снег вывезен, а визуально снега меньше... Не стало. Не стало. Подход тоже, наверное, надо менять. Нет, я насчёт трёхсот тысяч я сомневаюсь. Я видел цифру где-то порядка семидесяти-восьмидесяти. Ну, может быть, что-то активизировались. А дело в том, что я однажды так, ну, по-свойски, как я могу, я сделал расчёт, у меня получилось, что за зиму на только проезжую часть, не включая газоны и тротуары, выпадают восемьсот тысяч кубометров снега. На весь областной центр? Да, на город Киров, да. То есть надо вот так вывезти. Даже если 300 вывезли, то это в три раза меньше, чем надо было вывезти. Чем подарила природа. И я говорю, я не считал тротуары и газоны, а только проезжая часть. У нас сейчас небольшая пауза будет, вернёмся через несколько секунд. Особое мнение Николая Пихтина, общественника, мы как-то в перерыве продолжили говорить об уборке города, когда вы сказали, что дворы, уборку дворов и уборку улиц нужно разделять. Да, всё же за уборку дворов отвечают управляющие компании. Здесь больше жильцы должны сами контролировать, спрашивать. Накануне мы как раз беседовали с начальником управления благоустройства и транспортом, Вячеславом Симаковым. Дело в том, что примерно два-три года назад было принято такое правило, когда городадминистрация к дворам уже отношений не имеет. То есть не может руководить. Ведь сейчас речь идёт о том, чтобы эту норму вернуть, чтобы городские власти следили за состоянием дворов. Нет, мне кажется, это некое лукавство. Почему? Потому что, по большому счёту, глава администрации города отвечает за всё. То есть он должен организовать, убедить управляющих. Имеется в виду не административными рычагами какими-то, а своим влиянием, убеждением. Плюс депутаты, мы забываем, а не депутаты. Хорошо, следуем далее. 9 марта во главе дирекции дорожного хозяйства, вот этот орган городской администрации, который полностью отвечает за состояние дорог, за ремонт и так далее. Вот во главе дирекции дорожного хозяйства встал Андрей Менькин. Совершенно неизвестная личность ранее. Нам, да, наверное, всем, мало кто его знал. СМИ сообщили о том, что это известный предприниматель. Ну вот своему кировскому порталу удалось взять уже у него интервью. Журналистам он нашим заявил о том, что эти фирмы, которыми он владел или владеет ещё, они перерегистрируются на других лиц. 9 марта он вступил в должности и нашим журналистам он сказал о том, что 9 марта он должен получить диплом о высшем образовании Московского государственного строительного университета по специальности промышленное и гражданское строительство. Вопросы возникают, да, в связи с этим? Ну, как известно, на такую должность человека без высшего образования не берут. Вот поэтому диплом получают, да. Как-то так совпало, да? Первый день на работе и сразу же в этот день… И профильное как бы состояние. Да. Настораживает вообще такое событие? Конечно. Нет, даже если он реально как бы учился. Во-первых, если он бизнесом занимался, когда он успел учиться, параллельно, поэтому тяжело представить и нормальным бизнесом заниматься. Ну, учиться некогда. Москва славится тем, что в переходах можно купить всё, что угодно. А, во-вторых, даже если он учился, то опыта в этом деле нет. Вот это меня больше настораживает. Хотя одно здесь, один плюс я вижу, что всё же человек новый и голосовый и незамыленный. И как-то поострее всё это. Ну, вот уже многие известные ковчане рассказывают мнение о том, что непосредственно областное правительство приложило руку к тому, чтобы Менькин казался… Об этом все говорят. Все говорят. Ваше мнение не безосновательно? Скорее всего, так и есть. Порекомендовали. Интересный комментарий он, кстати, дал своему Кировскому. Прямая речь Вы почитали, да? Да. У меня очень много знакомых во всех сферах. Потому что поздравляю. Просто не знаю, может быть, это стечение обстоятельств, что здесь очень много людей с Москвы. Абсолютно безграмотная фраза. Из Москвы, как мне это говорить. Смотреть не из окна или с окна. Обычно у нас жители южных регионов у нас стоят. Это московский диалект. Остальные его люди. Мне предложили, сказали, что нужно помочь региону. И если интересно, приезжай. Вообще человек должен всегда расти и развиваться. Поэтому что-то новое – это всегда как мозговой штурм. Но я шёл на обычных условиях, писал заявление о приёме на работу, чтобы меня проверили. Приняли решение. Получится хорошо? А, получится – хорошо. Не получится – поеду домой. Ну, прям это очень забавляет такая речь. Но я бы хотел, конечно, чтобы получилось. Хотел бы встретить поддержку здесь и вместо администрации, и в правительстве. Каково впечатление у нас создаётся об этом человеке? Не, вы знаете, и о нём, и те, кто говорит, что многое с Москвы. Для меня, когда загадка это, я понимаю, что существует, что если человек жил в Москве, вёл бизнес свой, у него довольно успешно, может быть, было всё. Но были деньги, связи, отношения какие-то выстроены уже. Всё, и потом всё это бросать, ехать в Кировскую область. Как и для меня это странно. Вот лично я бы не поехал. Ну какие-то, видимо, другие мотивы есть у человека. Какие? Нам неизвестно. Можем только догадываться. Буквально на каждое время исполняющие обязанности Василиев сказал о том, что среди чиновников в руководстве должны работать люди, имеющие связи в Москве. Читали, да? Считал я, да. И привёл в пример в очередной раз господину Кочеткова, который в Минпромторге работал. Пока результатов мы не видим. Вот пример рейда. Он же Василиев проходил, он говорит, как здесь живёте? Безобразие полное, но на сегодня ничего не имеет. Ну живём, да. Ну живём завтра. Кстати, сегодня стало известно, что контролировать эти деньги, уделяемые с федерального центра на дороге, вот тот самый миллиард с небольшим, будет зампред Куземская. Я ожидал, да. Я не слышал. Тоже неожиданно. Ну тоже можно по-разному оценивать, но я согласен с Вами, да. Всё-таки от человека нужно следить по результатам работы. А контролирование как? То, чтобы действовать. Контролирование как? Распределять потоки. Распределять потоки. Распределять потоки. Распределять потоки. Распределять потоки. Вещь важная, но для нас, для горожан-то она второстепенно, наверное, что по-хорошему сделали. Ну у Вас в целом есть такая вера, не знаю, ощущение того, что в этом году получится привезти дороги? Нет. Учитывая вот эту большую сумму. Нет, я уверен, что очень много сделают. Но вопрос качества. Сделают, продержатся, радуются. А на самом деле это абсолютно неправильно сделают. Потому что очень многие дороги нужен капитальный ремонт, вскрытие, подушки и так далее. Всё это то, что дорожники знают. Хорошо, будем судить по делам. Дела очень хочется надеяться будут хорошими, положительными, по словам. И появятся очень сложно. Пессимизм у меня есть. Про уборку крыш еще хочется поговорить. Тот же глава администрации распорядился почистить все крыши к 14 марта. Там жесточённые сражения в городской администрации происходят между чиновниками и управляющими компаниями. По Октябрьскому району управляющими компаниями уже в прокуратуру переданы информации. Основная претензия в том, у чиновников к управляющим компаниям, что вы заявляете в результатах своей работы не соответствующей действительности. У вас там одни цифры на бумаге, в реальности намного меньше. Использование квадрокоптера по заимствованию МЧС показало, что действительно на бумаге крыша очищена, а в действительности нет. Ну или не полностью очищена. Не кажется ли вам, что тут есть всё-таки какие-то механизмы, чтобы по всей строгости закона можно было за это наказывать? Ну мне кажется, прокуратура должна плотненько этим вопросом заняться, потому что дело в жизни и смерти людей как касается. Так что, мне кажется, да. Но крыши, я вижу, наблюдая, по городу чистят активно. А мы? Да, это есть. Есть такие дома, например, у меня как-то перед глазами их наиболее активно чистят. Вот какой-то дом стоит, не увидишь, а вот какой-то дом стоит, там прямо снегопад прошёл и уже всё, забрали специалисты. У меня на доме вчера чистили, вы знаете, такие ледышки мощные. Это говорит о том, что очень давно и чистил. То есть намерзло очень давно. Без трагедии, увы, не обошлось. Да, это уже неправильно даже говорить, не обошлось. Вообще, в принципе, такого не должно быть. Я веду случай 5 марта на Преображенской, 9. Пожилая Кировчанка погибла. Огромная глыба на неё упала, и женщина шла с внуком. Накануне тоже почитала интервью, которое дала дочь погибшей, тоже на портале своей Кировской. Женщина была очень активна, и была старше по дому на Ленина, 72, тот дом, который располагается в магазине в воде, в частности. Такая трагедия. Сейчас управляющие компании, как известно, управляющие компании Ленинского района и УЖХ активно как-то пытаются переложить ответственность друг на друга, что это не наша часть крыши, не мы выбирали и так далее. Вот не паскудствовали из них? Вы знаете, это паскудство чистой воды, это противно, потому что прекрасно понимают те, кто отвечал за этот участок крыши, кто недоработал. Они прекрасно понимают, и не хватает совести признаться в этом и извиниться перед всеми погибших. Я считаю, это недопустимо такое. А поведение городской администрации? Городская администрация должна жестко в этом случае действовать. Мне кажется, городская администрация прекрасно видит и знает, кому принадлежит этот участок. И вот эта возни вообще как бы не должна быть. И она должна пересекать. Меня как-то не порадовало то, что спустя день или два после трагедии руководители города на телекамеру говорили о том, что сейчас нужно найти обязательно родственников погибшей женщины. Я не думаю, что это такая долгая процедура найти родственников. Помните, элементарно. Спустя два дня ты что об этом говорил? И в очередной раз было сказано, что сейчас основная задача не допустить повторения подобных случаев. Это говорилось и в 15-м году. И в 15-м или в 13-м тоже было. В Кирове младенец погиб, в Слободском девочка погибла. Главное не допустить. Вот понимают ли они вот того, что они если сказали это, то они должны потом отвечать головой за это. Не допустить. Знаете, может я уже по-моему третий раз это скажу. Опять где депутаты? Депутаты. Депутаты городской думы должны вот это все спросить. Делать заседание специальное. И посмотрите, трагедия прошла в марте. А сколько могло до этого произойти? И после этого они ринемся и очищают крыши. А сколько до этого могло произойти и такого? А может и происходило, может и падало. Просто судьба людей оберегала. Вот через день... Это разъединяется. Через день, когда произошла эта трагедия, мы говорили на эту тему. В программе Дневной разворот, в том числе, попрашивали наших слушателей на предмет того, кто должен нести ответственность. Непосредственно руководители города за это. Или чиновники, отвечающие за сферу ЖКХ. Руководители управляющей компании, это понятное дело. И большинство выскорбцев у нас проголосовали за ответ. Все-таки чиновники администрации должны отвечать наравне с правителями управляющей компании. Я так же считаю. Все-таки есть у вас такая мысль. Да. Потому что руководители города, они за все отвечают. Не важно, управляющие или неуправляющие, они за все отвечают. Ну вот весна опять же идет, да? И снег тает. Ну да, и все. И снег тает. Ключевская установка соблюдается. Кстати, у вас есть уверенность в том, что это дело все-таки будет доведено до конца? Мне кажется, да, здесь очень все очевидно. Будут реальные лица, которые понесут наказание. И реальные сроки, скорее всего, будут, да. Ну вот если говорить, да, о тех трагедиях, которые в 15-м году происходили, у нас в городе с ответственным директором управляющей компании с крыши дома, в которого упал, собственно, снег на коляску с ребенком, он был приговорен полтора года на лишение свободы. Аналогичное, практически, решение было вынесено в Слободском, но там руководитель управляющей компании попал под амнистию в связи с 73-м победой. Мне кажется, здесь тоже доведено до конца. Ну, изменится ли ситуация, если на следующий год опять 14 марта что-то случится, то всю зиму-то чем занимались, почему крыши не чистили? Ну, так или иначе, риск еще и сохраняется, да? Конечно. До сущего пор, конечно. Крыши убирают, но я бы не сказал, что все подряд. Ну, давайте пожелаем всем, чтобы были осторожны. Да, и гражданам на сцене, конечно, смотрели. Смотрели, что там сверху творится, ну и под ноги тоже могут смотреть. Да, конечно. Знаете, такая рулетка, если не поскользнешься, что сверху что-нибудь упадет, если не сверху упадет, то поскользнешь. Может, видели, я в Фейсбуке специально такую напоминалку типа выложил, что, граждане, вы внимательно сами смотрите на крышу, обращайте на это внимание. Традиционная для середины часа реклама у нас сейчас будет, напомню, что особое мнение Николая Пехтина, общественника выслушаете, мы продолжим через полтора минуты. Особое мнение общественника Николая Пехтина, напомню, выслушаете, продолжается особое мнение. Давайте немножко о политической жизни региона поговорим. Накануне стало известно, что 28 мая состоится праймерис Единой России для последующего выдвижения кандидатов в губернаторы. Впервые и у нас такое происходит, да, этого региона? Это что, в прошлом году? Нет, нет, я имею в виду, когда губернатор, кандидат к губернатору. А, губернатор, да. Губернатор, да. Я думал, кстати, что, как и в прошлом году, ли голосовать сможет любой желающий, а нет. Только ли члены Единой России в этом году и общественные организации, ну, какие-то связанные, да, с партией? Ну, это вообще-то непонятное дело, да. Хотя праймерис, внутреннее дело партии, ну, как-то я так понимаю, что у них там такой жёсткий отбор. Ещё не каждый член партии может заявиться. В рио губернаторам будут участвовать в праймерис и ещё четверо персон. Наталья Катаева, Николай Харькин, Александр Чурин и Игорь Шунов. Мы зачитали, наверное. Да, конечно. Я имею в виду, читали то, что высказывания, имею в виду, где вот эти четыре кандидата, кроме Игоря Васильева, называются техническими. Согласны? Ну, похоже на это, да. Согласны? Единственное, что у меня есть какие-то сомнения такие внутренние. Пола Чурин, пусть он молодой, амбициозный, ну, вряд ли там партия даст. А вдруг? Я как-то сомневаюсь. Хотя это праймерис, вот, 28 мая, как они во всяком случае писали, открыто. Любой гражданин может прийти и послушать, что там будет происходить. Из уст непосредственно участников праймериса именно кировских единороссов это, по-моему, не звучало. Об этом написал вот… Нет. Я имею в виду, не звучало о том, что только «Единая Россия» сможет участвовать, члены «Единой России», об этом накануне коммерсант написал. Нет. Что только лишь для членов «Единой России»? Нет. По-моему, праймерис, ну, внутри партийный, только члены «Единой России» могут, но присутствовать и слышать партседрующие это может любой человек. А, присутствовать? Так вот, закономерным способом становится полноценным губернатором. Нет, нет. На самом деле, что-то подобное праймерис они проводили всю жизнь. Просто собиралось бюро, там, или еще что-то партии, там, не решало кого, но в закрытом режиме. А праймерис более такая открытая, как бы, демократическая такая процедура. Плюс это праймерис, это весь институт механизма, он новый для нас. Какие-то притирки идут, еще понимание идет. Некоторые партии не проводят. Я думаю, что неплохо было бы, если другие партии все проводили такое. Пусть проводят, пусть определяются, там, не кулуарно, а вот открыто, публично. Нормальная процедура. Для меня другое важно. Вот я повторюсь, что, кто кандидатами может себя выдвигать. Мне кажется, что любой человек партии имеет право прийти и выделить себя. А отбора какого-то не должно быть. Ну, еще было заявлено о том, что вот эта пятерка, она ни в коем разе не собирается конкурировать друг с другом, а все они представляют какую-то свою сферу деятельности. Александр Чорин – производственник, директор завода «Сельмаш», директор «Анография» на Средневкино-Харкин, сельское хозяйство, Игорь Шишунов – образование, здравоохранение. То есть, вот все они как-то «ух», и разработают концепцию развития области. Игорь Шишунов – так вот, скорее всего, так и будет. И концепция развития области, а предвыборная программа Васильева. Она и будет, как раз, с блоков состоять, в которой каждый из этих озвучит свой блок. И, скорее всего, это и блоки потом обойдут в свою предвыборную программу. Но, кстати, если видели, там в Госдуме сейчас обсуждается закон, хотят принять более строгой ответственности депутатов за предвыборные обещания. То есть, речь идет о том, что, если они обещают, то должны выполнять под каким-то там страхом. Да-да-да, под каким-то страхом, какие-то механизмы будут, чтобы это все отслеживать. Ну, Каримина, накануне Марина Сазонтова, вице-спикер заксобрания этого созыва, сказала, что «проводи предварительное голосование и проводи, к гадалке не ходи, на губернаторских выборах победит Васильев». Ну, такое ощущение есть, скорее всего. Но у меня здесь мысль, наверное, другая походит. Не знаю почему, но мне внутри как-то что-то подсказывает, что он вообще на выборы не пойдет. Поясните, пожалуйста. То есть, с чего это складывается у Вас такое? Ну, я вот, насколько наблюдаю картину, как он пришел сюда, как вот сейчас команда у него формируется и так далее. Мне кажется, что это все типа временного. Мне так кажется. Не знаю, может, я не прав. Посмотрим. Сейчас время такое, можно гадать. Гадать. Раздули для гадания. Информации мало. Да. Ну, хорошо. Поживем, увидим, что называется. Не за горами, собственно, премьерисы. Выбор сами себе. Вот у меня еще есть. Поживем, увидим. Да. Немного осталось времени. Давайте немножко по криминалу пройдемся. По коррупции. 13 марта был вынесен приговор Павлу Ануфриему. Это бывший глава экспортамента предпринимательства и торговли. Затем он замминистра соответствующего. Бюджетное хищение. Хищение бюджетных денег в размере 1,2 млн. События. Это еще 6-7 лет недавности. И приговор. 3,5 года лишения свободы. Условно, с испытательным сроком 4 года. Ну, плюс штраф в 300 тысяч рублей. Как Вам такой приговор? Приговор. Мягкий, жесткий. Ну, мне кажется, довольно справедливый приговор. Хотя Павла самого так не раз пересекались, встречались. Как-то я даже не представлял, что такое. Может быть, мне его как-то так по-человечески жалко. То есть это не из тех. Ну и сумма. Сами видите. Молодой, в самом расцвете. Да. 36-37 лет. То есть успехи у него будут хорошие. Так что как-то меня его жалко. Путь во властной структуре закрыт, на мой взгляд. Да, скорее всего. Мы не видели точно полное решение суда. Но, скорее всего, какое-то ограничение по работе государства будет. Угу. Ну, еще вот тут созрел коррупционный скандал один. Речь идет о куда большей сумме. 16 миллионов рублей. Да, абсолютно сумма. За это задержан сотрудник Кировского управления экономической безопасности и противодействия коррупции. За эти деньги за 16 миллионов он обещал одному из местных предпринимателей свое покровительство. Проводить проверки, не возбуждать дела. В общем, всячески оберегать. Неплохой ценник у обоповцев. Неплохой ценник, вы знаете, да. Ну, во-первых, это дискредитируют сами органы. В очередной раз. В структуру в очередной раз. А во-вторых, это… Ну, смотрите, не Захарченко, у которого сколько там? 8 или 9 миллиардов. 9 миллиардов. Поменьше. Тут, понимаете, вопрос о другое. Мы вот здесь, ну, так, на уровне в курилке где-то еще так с друзьями обсуждали. Это сколько должно быть предпринимателя грехов на какую сумму, что он мог 16 миллионов отдать? Ага. А, понимаю мысль. Понимаю. То есть, если бы поменьше было косяков, простите. Конечно. Миллионам, может быть, обойтись. Ну, двумя. Кто-то предположил, что, ну, наверное, миллионов на 200 было, чтобы 16 отдать. То есть, ну, как-то так интересно. А с другой стороны, можно за предпринимательство наше порадоваться. Вот она уже в последнее время говорит, что трудно живется, трудно живется. А вот смотрите, 16 миллионов. Нет, нет, смотрите. А если бы это взятки не было, а все бы шло как по закону, то 200 миллионов будет. Ну, и так вот, какая-то вот такая цифра. Она бы вернулась в бюджет. Вот все-таки, все-таки я в очередной раз рассказываю эту мысль, что нужно разрешить легально брать, ну, чтобы с этого налоги платили. Да, и кабинет, и какие-то отчисления. Как это лемористическая программа, прошло кабинет взятошное. Заходишь, под камеру наешь, расписываешь. Еще одно коррупционное, как нам его преподносят дело. Я имею в виду расследование, фильм, расследование фонда борьбы с коррупцией о премьер-министре Дмитрии Медведеве. Вы посмотрели? Я так мельком просмотрел, там как бы по первым кадрам примерно понятно. Фильм продолжительности почти 50 минут, где Алексей Анатольевич очень, на мой взгляд, логично выстраивает эту цепочку. Там все начинается с демонстрации фотографий Медведева. Во-первых, сам фильм качественно сделан. В смысле монтажа и так далее. Довольно креативно, современно. Это да, нять, нять, нять. Но Вас заставило задуматься увидеть Медведев? Нет. Не заставило? Нет. Знаете почему? Насколько я понял, во всяком случае, из паблика, газеты какие-то там и так далее, что каких-то заявлений от Навального и от его фонда в правоохранительных органах до сих пор не было. То есть доказательств нет. Ну, это расследование на основе открытых данных просто. Ну, то, что можно найти в предплате, документы, на кого фонды… Это на уровне предположения. Потому что, если бы были официальные, реальные данные, они бы подали в правоватуру, куда еще нас следует, и, наверное, бы там разбирались. Но сейчас Навальный, он буквально через день, через два продолжает выпускать коротенькие такие фильмы со своим участием, где он возмущается тем, что почему после появления этого фильма, который посмотрели порядка десяти миллионов человек, почему власть сама не начинает что-то как-то комментировать? А уже не СМИ. Не то, чтобы проверять. Нет, понятно, что не СМИ, да. Там по закону о СМИ… Презупция невиновности. Пусть он доказывает, что они виноваты, а не человек должен доказывать, что они виноваты. Навальный приводит в пример другие страны, западные, восточные, где, собственно, вот этот фильм, он бы моментально стал бы предметом, причиной, вернее. Сто процентов, да, если бы были реальные доказательные базы. А похоже, ее нет. И я соглашусь со многими политологами, что это чисто предвыборная вещь. Ну, тут нельзя отрицать, да, конечно, что в этих фильмах Навальный позиционирует себя очень активно. Да. Кандидатские выборы. Ну, это, безусловно, тщатель, конечно, такой программы. Хорошо. Несколько минут остается до конца. Еще одна важная тема. До конца не понятно, конечно, что еще происходит. Я имею в виду судьбу Мородыковского, где, как известно, уничтожение химоружия закончилось, и глупо было бы, наверное, терять такой объект. Вот появилась информация о том, что Росрау там может развернуть свою деятельность. Утилизация радиоактивных отходов. Ну, дело в том, что я на Мородыково был и ездил туда. Надо сказать, что многие кировчане не видели, не представляют, что это такое. На самом деле это такой микрогород, очень современный, очень красивый, очень ухоженный, не читак Кирова. Там абсолютно нет грязи. Туда снег не падает зимой. Это уникальнейшее предприятие. И знаю, в то время там генерал выступал и так далее. Приезжала масса иностранцев, американцев и так далее. И все понимали, что это вообще супер сделано. И поэтому потерять такой ресурс, конечно, это не разумно абсолютно. И знаю, что искали инвесторов на использование дальнейшее. И до сих пор ничего не нашли. И вот сейчас подвернулись. Откуда информация пошла по радиоактивным отходам, как бы никто толком не говорит, источника не назвали. Васильев сам не раз уже говорил. И вот я был на первом съезде журналистов. 9 марта. 9 марта прошел. Да, он сказал, что это фейковая новость. И мы как бы даже и не комментируем. И не было ничего. Новость была размещена на сайте правительства Кировской области. Письмо пришло из Росрау, где опровержение было, что там не планировалось размещение. Но хотя я считаю, что гражданам гражданского общества надо ухо востро держать, как говорится. Для года экологии это, наверное, не польза боговая, да? Ну, отнюдь. Ну, это вообще довольно страшная штука, радиоактивные отходы. И, по-моему, технологически даже они для этого не готовы. Хорошо. Ну, тоже пока делать все равно оценки, да. Все-таки нужно подождать появления какой-то объективной информации. Ну, и ухо востро, конечно. Ухо востро, да, да. Минута оставила. Колесо обозрения на Октябрьском проспекте. Дымковская радость получила название. Как накануне выяснилось, что, возможно, какой-то конкурс будет проводиться. Якобы уже проводится. Вот Николай Анатольевич вместе с внуком имел счастье прокатиться. Да. Как вам? Мне понравилось. Во-первых, очень удобные кабинки с подогревом. Мягкие кресла. Столик такой своеобразный сделан. Обзор отличный. То есть стекло так сделано, что отличный обзор сделал. Ну, город видно. Много или мало. Трудно сказать все это относительно. Ну, само-то место вот как-то. Самое место мне чем понравилось. Мы с вами до эфира говорили о том, что... Если бы его поставили на театралке или в Парке Победы, я бы, скорее всего, не поехал. Почему? Потому что просто ехать для того, чтобы проходиться на колесе. Это отдельная история. А здесь мы прошлись вдоль пруда. Что-то будочек посмотрели. Воду посмотрели. По парку прошлись, прогулялись. Можно было в Макдональдс зайти. То есть здесь целый комплекс. Как на отдых выйти, на этом, да, и в том числе на колесе прокатиться. Почему нет? Мне кажется, когда в комплексе, это довольно интересно. Все-таки, да, вот я тоже говорил до начала программы. Все-таки забавная штука, когда стоишь в гостинице, смотришь на первом плане. Новое колесо обозрение. Это да. На заднем плане виднеется... Видите, сама процедура на колесе там сколько? Шесть минут занимает. И вот представляете, я бы поехал в Парк в Победу для того, чтобы шесть минут прокатиться и потом обратно уехать. Ну как-то... В общем, вам удобнее. Мне при месте проживания на дружбу, да? Да, да. Ну здесь целый комплекс, даже не в этом дело. Здесь целый комплекс отдых. Оказывается, 1 мая будет официальное открытие. И опустик моего проката закрыли. Сейчас колесо не работает, но я не виноват. Не работает. У меня сестра говорила о том, что видела огромную очередь выходные. Я вам скажу, значит, я был где-то часов, наверное, в пять. У нас билет был за номером 600 с чем-то там 30. То есть мы в этот день уже 600 с чем-то... Организаторы, видимо, срубили какую-то денежку за эти несколько дней. Так они для этого и строили. Хорошо, будут темы, обязательно. Будем снова обсуждать. Спасибо. Да, Николай Пихтят, общественник. Особое мнение завершается. Всего доброго. Спасибо, до свидания. До свидания.